Сегодня я хотел бы представить вам человека, которого мы обозначим человека с одним талантом. Не с двумя или с пятью, а с одним талантом. С ранних лет я любил увлекаться чтением жизнеписаний людей, которые в одном или ином виде сделали что-нибудь полезное для человечества. Такое чтение я всегда находил очень захватывающим. Но в то же время должен признаться, что не раз, когда я читаю о каком-нибудь выдающемся и талантливом человеке, меня такое жизнеписание обескураживает по очень простой причине, потому что я отлично знаю, что никогда не смогу достичь хотя бы малую долю таких успехов. Это, конечно, не совсем правильный метод чтения биографии. Мы их должны читать не для того, чтобы копировать внешний образ жизни этих людей, но в жизнеописании их нам следует находить принципы, которыми они руководились, и эти принципы потом приспосабливать в наших жизнях. Так правильно читать биографии. Те из вас, которые хотя бы до некоторой степени знакомы с Библией, заметили, что она полна жизнеописаний людей разного рода, как добрых, так и худых. И они даны нам, как апостол Павел говорит, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому сегодня я хотел бы взять один пример человека, который никаким особым даром не отличается. То есть он не был ни оратором, не написал он ни одного послания, нигде мы не читаем о том, что он совершил чудеса, и тем не менее можно сказать, что этот человек, употребив единый талант, врученный ему Богом, сделал больше для Царства Божьей и блага человечества, чем некоторые, которым даны были, скажем, пять талантов. Это был самый обыкновенный, рядовой из рядовых людей, потому его пример является таким ободряющим для нас. Можно сказать, что этот человек, использовавший тот единый талант, который был дан ему, повлиял на ход истории всей Церкви и не менее на истории человечества. И как ни странно, о нем сравнительно немного сказано в Евангелии, но из того, что мы имеем, мы много, что можем о нем заключить. Первый раз о нем говорится в первой главе Евангелия от Яна, где мы читаем о его встрече со Христом, и как он первый находит брата своего Симона и приводит его к Иисусу. Всем известно имя Петр. Кто не знает Симона Петра, не так ли? Но того, который привел его ко Христу, который впервые ему засвидетельствовал об Иисусе, его имя немногие припомнят. Знаете, как его звали? Андрей. Заметьте, в Евангелии, как его личность устанавливается всегда именем его брата. Андрей – брат Симона Петра. Я себе воображаю, когда Андрея представляли где-нибудь в обществе, то говорили ему, «Простите, как вас зовут?» «А, вы брат Петра, не так ли?» «Да-да-да, теперь я помню». Андрею как-то суждено было играть вторую скрипку, то есть занимать второстепенные положения. Но в этом как раз видно благородие этой прекрасной, чуткой, дружеской души Андрея. Но вот один день, потрясающаяся перемена произошла с Андреем, когда вся его жизнь перевернулась. Это произошло в тот знаменательный день, когда, стоя вместе со своим учителем Иоанном Крестителем, они увидели Иисуса, идущего к ним, Иоанн говорит, «Вот агнец Божий». До этого он много слышал от Иоанна о грядущем Христе Мессии, но когда в этот день Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, говорит, «Вот агнец Божий», то Андрей немедленно последовал за Ним, и весь тот день сказано, что был с Иисусом до десятого часа. Кроме тех мест, где Андрей упоминается в числе с другими апостолами, о нем говорится всего лишь три раза в Евангелии. Интересно то, что в этих трех случаях Андрей всегда приводит кого-то ко Христу. Сразу же после своей встречи с Спасителем Андрей спешит, чтобы найти своего брата Симона, говоря ему, «Мы нашли Мессию», и он приводит его ко Христу. Немножко позже мы вновь встречаемся с Андреем. Большая толпа народа слушала Иисуса. Час был уже поздний, люди должны были возвращаться домой. Некоторые были далеко от дома, и при том весь тот день народ ничего не ел. Не было ни пищи, ни денег купить хлеба для такого множества. И пока ученики рассуждали между собою, что сделать, Андрей делает предложение. Слушайте, что он говорит. «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Ну что это для такого множества?» Тогда Иисус сказал, «Велите им возлечь». И Андрей приводит мальчика к Иисусу с его обедом, и Христос берет этих пять хлебов и двух рыбок, умножая их, насыщает пятитысячную толпу голодных людей. «Здесь есть один мальчик, Господь», — говорит Андрей, — «только один мальчик». Но Андрей его заметил и привел к Спасителю. Вы припоминаете тот случай, когда ученики препятствовали детям приходить ко Христу? Мне почему-то думается, что Андрей в этом не участвовал. Да, Андрей — человек с одним талантом, считался с одним мальчуганом. Другие и не заметили бы его, но не так с Андреем. Он приводит мальчика к Иисусу, и через этого малыша Господь мог удовлетворить голод нескольких тысяч людей. Опять мы встречаемся с Андреем. Это уже третий раз. Было это в течение последней недели жизни Иисуса Христа здесь на земле. В Иерусалиме масса народу. Все они пришли на праздник Пасхи. Среди них были и некоторые эрины, то есть греки. До этого они слышали об Иисусе, а теперь они хотят Его лично увидеть. Идут они сперва к Филиппу, а Филипп не знает, что делать. Ведь не к язычникам пришел Христос, он пришел к Израилю. Так мыслит он. Кто Его выручит из этого положения? И тут Филипп вспомнил Андрея. Андрей человек простой, думает он. Не очень-то он глубоко разбирается в богословских тонкостях. Притом человек он дружественный, легко обходится с людьми, характер у него несложный, добрая, широкая душа. Попрошу его, что он скажет? И действительно, Филипп не ошибся. У Андрея оказался очень простой выход из положения. Подать грекам дружеское рукопожатие и привести их к Иисусу, что Филипп и Андрей сделали. Вот вкратце история Андрея. Помимо того, что имя его в списках с остальными апостолами, о нем больше ничего не сказано. Он только три раза упоминается в Евангелии, и каждый раз он делает одно и то же. Он приводит людей к Иисусу Христу. Какая благородная душа! Сколько можно у него поучиться? У человека с одним талантом. Что ободряет нас в Андрее – это то, что все мы можем быть Андреями. Все мы можем быть ловцами человеков. Не всем нам суждено быть Петрами, которые, когда закидывает сети, приводят тысячи душ ко Христу. Но все мы можем, как Андрей, приводить отдельные души к Иисусу. И кто знает, Господь, может быть, даст поймать такую рыбку, как Симона, который, в свою очередь, приводит тысячи. От Андрея не ожидается тысячи. Ему дан один талант, но он его не закапывает, а до полности использует. Дорогие друзья, Господь вознаградит не за видимый по масштабу успех, а за верность. Заметьте последнее место, в котором упомянут Андрей. Не лично, а в числе двенадцати апостолов. Он один из двенадцати камней или основания святого града Божия. Посмотрите на этот город и на его основания, и вы обнаружите, что Симон не имел более видного или заметного места, чем Андрей. Слушайте, стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Ангца. Нам это говорит, что созыжден будет город Божий не знатностью и популярностью его строителей, но их верностью. Да, человек с одним талантом, который его полностью использовал, не меньше получит награду, чем тот, который получил пять талантов. Если дело Божие зависело бы только от тех, которые мы считаем передовыми братьями, то оно бы, безусловно, пострадало. Я ничуть не хочу недооценивать Симонов-Петров, но, тем не менее, никогда не забудем, что нужны Андреи, чтобы привести Симонов ко Христу. Сказав все это об Андрее, прошу отметить, что перед тем, как он приводит других ко Христу, он должен сперва привести самого себя к Спасителю. Поэтому, до того, как он сможет стать приобретателем душ для Христа, он сам должен познать Спасителя. О чудный день, о дивный день был для Андрея, когда он имел эту личную встречу с санкцием Божиим. Андрей сразу последовал за Христом, и когда Господь спросил его, что тебе надобно, то Андрей говорит, «Рави, что значит учитель, где живешь?» И мы читаем, что весь тот день и ту ночь он провел с Иисусом. Такое сильное впечатление оставила эта встреча на Андрея, до того она повлияла на него, что он даже припомнил час, когда это произошло. Было около десятого часа. Это был значительнейший час в его жизни, час важнейшего решения, принятые им. Это был час благоприятнейшей возможности, который он когда-либо имел, и в результате проведенного дня с Иисусом, он ушел с такой уверенностью и с таким убеждением, что Иисус есть воистину Агнец Божий, что Он действительно долгожданный Мессия, Спаситель мира, что уверенность эта его никогда не оставила. Да, его сердце теперь горит, он опламенеет одним только желанием сказать об этом Петру, своему родному брату. Петр должен обязательно и немедленно об этом узнать. Поэтому Андрей бежит прямо к Симону и с таким пламенным энтузиазмом, которого Петр никогда раньше не видел в своем брате, говорить ему, «Мы нашли Мессию». Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Какой чудный пример всем нам! Да, старший брат послушался младшего. Если бы Андрей поколебался в неуверенности, то никогда бы не убедил Петра. Его нелегко было убедить, и при том младшему брату, но на этот раз он его послушал, и Андрей привел его к Иисусу. Дорогие друзья, мы никогда других не убедим, если мы сами не убедились. А чтобы убедиться, нужно самому пережить рождение свыше. Переживал ли ты этот час в присутствии с Иисусом? Час, когда ты убедился, что Он твой Спаситель, личный Избавитель, Агнец Божий, проливший свою драгоценную кровь за твои грехи? Если ты этот час переживал, то поверь, что никогда его не забудешь. Можешь ли ты сказать, как Андрей, было это около десятого часа? Был ли этот десятый час в твоей жизни? Нет более важного момента в жизни человека, как этот час личной встречи с Иисусом Христом. Отметим хотя бы одно или два чудных качества этого человека, который не был ни проповедником, ни писателем, ни поэтом, но в полном смысле этого слова человек с одним талантом. Бывает, что, строя большие планы и мечтая о грандиозных делах завтрашнего дня, мы упускаем благоприятные возможности, которые стучат в нашу дверь сегодня, и выходит, что, недовольствуясь малым, мы ничего не делаем. Помните, какое чудное свидетельство дал Господь о женщине, разбившей сосуд мира и возлившей этот чистый и драгоценные лень ему на голову? Она сделала, что могла. Андрей сделал, что мог. Он привел брата своего к Христу. Он не сидел и ожидал, пока ему не представится кафедра, с которой он сможет проповедовать. Нет, он сделал, что он мог. Он засвидетельствовал своему брату о Мессии, которого он нашел, и привел его к Христу. Притом, обратившись к Господу, он не ожидал, пока он пройдет какой-то испытательный срок, или пока он не крестится, или присоединится к церкви. Нет. Но на следующий же день Андрей находит своего брата. Он не ожидает, пока его новорожденный энтузиазм остынет бездельем. Но, горя любовью к Господу, он поддерживал этот огонь привидением душ ко Христу. Может быть, его свидетельство не так складно выражалось, может быть, не совсем логично, но все это отступает в задний план, когда в душе горит ревность, энтузиазм, уверенность и огонь Божьей любви. Да, можно сказать красноречивую проповедь, тщательно придерживаться к продуманным пунктам, и тем не менее своим словом убить слушателей. О, возлюбленные, будем Андреями! Если Господь дал нам только один талант, то тем ревностнее употребим его. Не будем ожидать осуществления завтрашних мечтаний, но используем благоприятные возможности, которые стучат сегодня в нашу дверь. Андрей оценил одну душу. Он вложил все силы и старания к приобретению этой одной души для Господа, и Он ее привел к Христу. Допустим, дорогие братья и сестры, что мы провели бы всю нашу жизнь, наши энергии, усилия по приобретению, скажем, одного ребенка для Христа. Разве эта жемчужина сравнима со всем тем, что мир может дать? Если мы приобретем все богатства мира и славу Его, а этот ребенок в нашем доме пренебрегается нами, и мы не считаем его достойным наших стараний привести его ко Христу, то какая польза всего этого? Кто знает, может быть, это дитя другой Симон Петр, который в свою очередь приведет тысячи ко Христу. Не говорите, что это только мальчик или только девочка. Это бессмертная душа, которая ожидает, когда ты ее приведешь к Спасителю. Рассказывает о том, как один пастор в Шотландии, не имея видного успеха своей церкви, сильно переживал критику своих прихожан, которые доходило до него. «За один год, — говорили они, — только один мальчик обратился к Господу». И вот одно воскресенье утро по пути в церковь, один из старших братьев привел это жалкое положение вещей к его вниманию. Невольно слезы хлынули в глаза старца. «Бог знает мое сердце! — спокойно ответил проповедник. Я делаю все, что могу, а остальное предаю в руки Божьи». То утро он сходил на кафедру с тяжелым сердцем и по окончанию собрания остался в церкви в глубоком раздумье. Казалось, что никого уже не было в помещении, однако остался и тот мальчик, имя которому было Роберт Моффетт. Заметив печальный вид своего пастора и желая его утешить, он тихонько подошел и коснулся его рукав. «А, это ты, Роберт! Ну что скажешь, как у тебя дела?» — приветливо спросил пастор с приятной улыбкой на лице. «Как вы думаете, пастор, смогу ли я, прилагая все старания, когда-нибудь стать проповедником?» застенчиво спросил мальчик. «Проповедником? Да, а может быть и миссионером?» Старец нежно посмотрел на мальчика и добавил. «Роберт, твои слова утешили мое сердце. Да благословит тебя Господь, мой мальчик! Да, я верю, что со временем ты станешь хорошим проповедником». Прошло несколько лет. Из Африки вернулся уже поседевший миссионер к себе на родину. Имя его повсюду произносилось с большим уважением. В течение многих лет отсутствия он привел многих ко Христу в Африке и за это время перевел Библию на язык туземцев. А когда-то Роберт Моффет был только один мальчик. Возлюбленный, не будем говорить «только один мальчик». Ведь за эту душу Господь заплатил драгоценной ценой своей крови. Будем, дорогие мои, искать каждую возможность приводить человеческие души ко Христу. Вспомним слова мудрого Соломона «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Господь ищет верность тебе. И если Господь дал тебе только один талант, то тем более прилагай усилия его использовать. Кто знает, через твое верное свидетельство и ты можешь привести Господу только одного мальчика, как Роберта Моффетт, через которого Господь сможет насытить тысячи людей хлебом жизни. Может быть, этот мальчик в твоем доме и ждет, когда ты его приведешь ко Христу. А если ты еще не имел личной встречи с Иисусом Христом, то сделай то, что Андрей сделал перед тем, как он стал ловцом человеков. Приди сам к Христу и убедись, что Он твой Спаситель и сердце твое загорит неугасимым пламенем Его любви. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.